Начало апреля самый горячий период для гидротехнических сооружений. Температура воздуха растет, снег активно сходит, уровень воды в реках повышается. По информации управления МЧС по Ульяновской области, на малых реках уровни воды повысились. От 5 сантиметров на Свияге до 58 сантиметров на Сельде. Ледяной покров на реках продолжает разрушаться. Наблюдаются закраины и остаточные забереги. На реке Сельде в городе Ульяновске в поселке Дачный уровень воды за сутки изменился на 58 сантиметров. На реке Большой Черемшан в Новочеремшанский уровень воды поднялся до 28 сантиметров. На реке Сура районный поселок Сурская уровень воды достиг 42 сантиметров. Все это дает нагрузку на гидротехнические сооружения. Их в регионе 482. 44 из них относятся к числу бесхозяйных и особо опасных. Губернатор Алексей Русских поручил объехать каждый объект. Проверкой состояния ГТС занимаются специалисты Минприроды, Отдела водных ресурсов и Среднеповолжского управления Ростехнадзора. На сегодняшний день осмотрели 20 объектов Старокулаткинского, Меликесского, Новоспасского и Николаевского районах. Почти все сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас главами администрации необходимо поддерживать транспортную доступность к бесхозяйным ГТС. В том числе и те ГТС, которые находятся на балансе муниципалитетов. Держать на особом контроле прохождение паводка на бесхозяйных объектах и организовать круглосуточное дежурство. Особое внимание необходимо уделять крупным прудам, которые накапливают большой объем воды. В этом году из областного бюджета выделено полтора миллиона рублей. Сумма пойдет на расчет 10 потенциально опасных сооружений. По результатам обследований специалисты составят предложение о ремонте или ликвидации ГТС. Кроме этого, еще 3,5 миллиона выделено на разработку проектно-сметной документации на восстановление объекта, расположенного на реке Гуща в селе Загозкино.